Антон Иванович Деникин. Он нам хорошо известен как один из руководителей Белого движения, но мало кто знает, что Деникин – один из наиболее результативных генералов Русской Императорской Армии в период Первой Мировой войны. Под командованием Деникина железная бригада, развернутая в 1915 году в дивизию, приобрела широкую известность и славу, как одна из лучших и самых доблестных дивизий Русской Армии. Талантливый руководитель предпринимал самые смелые маневры, которые, несмотря на риск, приносили победу нашей армии. Вот только некоторые из них. Получив задание овладеть главным хребтом Карпат, перспектива взятия которого с фронта грозила русским тяжелейшими потерями, Деникин решился на весьма рискованный шаг, который должен был облегчить положение соседних войск и дать им доступ к шоссейной дороге. Оставив свою артиллерию и обоз под прикрытием одного батальона, он с главными силами двинулся по нехоженным козьим тропам, по крутым, скользким и обледенелым тропинкам. За людьми шли лошади, навьюченные мешками с патронами и сухарями. И, несмотря на все препятствия и трудности, бригада Деникина перевалила через Карпаты, вторглась в тыл австрийским войскам, захватила город Мезу-Лаборч, 3730 пленных, 9 орудий, много оружия и другие трофеи. Фактически, для выполнения задания Деникину и возглавляемой им железной бригаде пришлось повторить тот же подвиг, который совершил Суворов во время своего знаменитого перехода через Альпы в 1799 году. В тяжелый момент на фронте железная дивизия всегда выручала. Заслужив почетное звание пожарной команды армии, она все время перебрасывалась с одного участка на другой, туда, где трудно, где прорыв, где угроза окружения. Последним победным аккордом Деникина в Великую войну стал Луцкий прорыв Юго-Западного фронта, скоро названный Брусиловским. В ходе этой операции железной дивизии Деникина в июне 1916 года пришлось помериться силами с не менее знаменитой германской стальной дивизией. Поединок им выпал на подступках к Луцку у деревни Затруцы. Четыре дня немцы осыпали русских ураганом снарядов, после чего яростно бросались в атаки, но деникинцы их успешно отбивали. Стальные немцы в своей высокомерной манере воздавали противнику должное, выставив над позицией плакат «Ваше русское железо не хуже нашей германской стали, но все же мы вас разобьем». Ответ железных был краток «Попробуйте». 42 раза атаковали стальные немцы железные траншеи, пока их элитная дивизия не утратила боеспособность из-за потерь. Пленные германцы говорили, во Франции было гораздо спокойнее, такому разгрому мы не подвергались еще ни разу с начала войны.